Здравствуйте все любители комнатных растений! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Многим любителям комнатных растений знакома такая картина. Поднимаете горшок, а там живут вот такие вот штучки. Эти насекомые беленькие, как правило, находятся либо под горшком, либо на поверхности. Если их потревожить, они могут немножечко прыгать. Эти насекомые относятся к многохвосткам и чаще всего представлены подурами. Но бывают и другие разновидности насекомых этого типа. Разводятся они в комнатных горшках в том случае, если почва переуложнена, если подгнивают корни, потому что живыми корнями они не питаются. Они преимущественно потребляют отмирающую растительность. Также они могут развиваться в случае, если вы используете мульчу. Кроме того, они разводятся тогда, когда в поддончике может застаиваться вода. Одним словом, эти насекомые предпочитают обилие растительных остатков, а также наличие отмирающих частей растений, а также избыточную переуложненность. Для того, чтобы предотвратить развитие этих насекомых, хотя большого вреда растениям сами по себе они не приносят, но могут создавать такой неэстетический вид в горшке. Для этого, во-первых, в горшок надо на дно насыпать хороший дренаж, чтобы нижняя часть почвы как следует просыхала. И было хорошее водоотведение, не было застоя влаги. Второе, что нужно сделать, это подсыпать какой-нибудь легкий материал на вроде песка или перлита сверху на почву. Для того, чтобы прикрыть верхний слой почвы, чтобы создать там такие сухие, неблагоприятные для развития этих насекомых условия. Третье, что нужно сделать, это избегать корневых гнили. Если вы заметили, что у вас развелись вот эти насекомые, а кроме того, еще и вот такие вот, смотрите, черные мушки, то с большой долей вероятности есть большие проблемы у растения с корневой системой. И просто избавиться от этих насекомых будет недостаточно. Нужно горшочек вытряхнуть и посмотреть, что там с корнями. Если там корневые гнили, то обязательно нужно предпринять определенные меры. Какие именно, обязательно с вами поговорим. Если вы хотите быстро избавиться от этих насекомых, конечно, здесь не обойтись без инсектицидных обработок. Наиболее простым и эффективным средством являются неонакотиноидные препараты, которыми можно проливать грунт. Это октара и другие подобные препараты. Они удобны тем, что не имеют запаха, мало токсичны для людей. А поскольку они применяются в ограниченном помещении, то не создают опасности для других полезных насекомых. Например, опылители, которые очень страдают от обработок неонакотиноидными препаратами. Что ж, вот такие у меня для вас новости об этих подурах, об этих насекомых. Надеюсь, что вы теперь легко справитесь с этой проблемой в своих горшках. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!